Впечатление не очень, если честно. Игра сегодня не получилась. Плюс так показалось, что погодные условия немножко сказались, потому что ребята были заторможены в первом тайме. Солнышко вышло, поджарились немножко, долго раскачивались. Но есть вопросы к некоторым футболистам у меня, конечно, еще по игре. Но это вкратце. Считаю, что вы сегодня заслуженно победили. Победили. Так что счет по игре. Особо комментариев нет. Но во втором тайме мы немножко так встрепенулись, скажем так, пришли в себя. Более активно стали играть. Пошли подходы к вашим воротам. Моменты начали создавать. Но, к сожалению, не удалось нам забить мяч. Сегодня даже ничью сыграть не получилось. Но надо посмотреть еще момент, который мы забили там с углового. Такое ощущение, что в ней игры не было. Но раз так судьи посчитали, значит, наверное, так и есть. Но посмотрим момент. А так, в целом, еще раз говорю, тяжело было сегодня почему-то ребятам. Всегда приятно побеждать, особенно на родном стадионе, в присутствии болельщиков. Такой хороший день. Очень сложная игра. Наверное, одна из самых сложных игр. В этой весенней части играли с командой, которая является одной из самых организованных. Очень мало пропускает. Очень много борьбы выигрывает. Много высокорослых футболистов. У нас и первая игра с ними там получилась очень сложной. Но и мы добились победы. И сегодняшний матч стал, мне кажется, таким продолжением. Очень много пишется о том, что лучше не пропускал в первом тайме. Там игр 14, что ли, или 15 подряд. Поэтому мы поставили задачу перед ребятами агрессивно сыграть в первом тайме. В силу, наверное, расстояния, перелетов и особенности этой команды. Они распределяют силы. И на концовку не всегда хватает. Но мы поставили задачу именно в первом тайме сыграть поагрессивнее, реализовать момент свой. А дальше потом уже надеялись, что будет полегче. Но полегче не стало. Полегче не стало. Очень сложно играют до концовки. И рад, что ребята проявляют характер. То есть то, что нам иногда не хватало в осенней части, когда мы пропускали мячи в концовке. Сейчас мы можем доводить эти игры до конца. Причем не только засушивая игру на нашем непростом поле, но и продолжая контратаковать и совершая атаки. Так, еще раз, очень довольны результатом и игрой. Хотелось взять вопрос касательно Романа Григоряна. В какой, на мой взгляд, форме он сейчас находится и когда он будет получать больше того времени? Роман очень специфический игрок в силу своего возраста и антропометрии. Он очень хорош, когда мы запираем команду соперника на чужой половине поля. И когда нужно вскрывать на маленьких пространствах, где он может реализовать свои сильные качества. Большинство же игр не позволяют нам иметь такое тотальное преимущество. И поэтому он выходит именно на те временные отрезки, когда бывает полезен команде. Благо, это моя прерогатива определять, когда кому выходить на поле. Пока вот эти еще там четыре игры оставшиеся. Поэтому я бы больше ухотел от Романа, но в силу того, что он пропустил один из ключевых сборов на Кипре, где мы работали над хорошими дистанциями футбольными и дистанционной выносливостью. Такие футбольные спринты своеобразные были. Он травмировался на этой работе и пропустил. И поэтому ожидать большего я не могу. Я очень доволен всеми своими футболистами. И каждый из них, даже те, которые сегодня не вышли. Саша Зяблов, Саша Столяренко, Денис Паярков. Они вносят вклад Саша Алумона, дисквалифицированный. Олег Смирнов. Вялы вратарь у нас молодой такой задубль, который сейчас. Они вносят свой посильный вклад. Да тот же Зарабеков, который недавно получил тяжелую травму. И они самые лучшие на сегодня для меня. Продолжение следует...